Добрый день, уважаемые земляки! Мы продолжаем серию наших эфиров, в ходе которых знакомим своих земляков с теми людьми, кто готов представлять Шексну на предстоящих выборах Законодательного собрания Вологодской области. Но сейчас речь идет не о выборах ЗСО, пока лишь речь идет о предварительном голосовании партийном на сайте «Единой России». Итак, сегодня у нас судьи пригласили к нам в гости Евгений Евгеньевич Слероев. Евгений Евгеньевич, здравствуйте! Добрый день! И мы с вами сегодня проводим такой эфир ознакомительный, хотя, конечно, вы знаете, кто живет в Шексне, все знают, без труда скажут, что вот есть труба завода ДВП, ее знают все. Вот если говорить о спорте, то все скажут, что вот есть Евгений Евгеньевич Слероев, это все, что связано с спортом, это к нему. Человек как бы не нуждается в представлении, но тем не менее давайте пообщаемся. Евгений Евгеньевич, стандартный вопрос, как всем кандидатам, давайте пробежимся коротко по вашей биографии, хотя я понимаю, что коротко вряд ли получится, там достаточно такой обширный жизненный путь и очень интересный. Ну и родился в городе Ленинграде в 1955 году в семье военного, закончил пришехнинскую восьмилетнюю школу и после окончания поступил в Ленинградское Суворовское училище, где начал заниматься спортом активно, но потом по возвращению из рядов вооруженных сил в Шексне 15 лет проработал председателем райспорткомитета Шекснинского райсполкома, где занимался строительством спортивных сооружений, проведением различных соревнований различного уровня, сам секции вел, занимался серьезно различными видами спорта, в том числе и стрельбой, и лыжными гонками, и в конце концов палеотлоном, где достиг высоких результатов. После окончания работы в райспорткомитете работал в Шексне 15-м кабинете Хлеб Рогутов, затем создал спортивный клуб «Арена», который стал одним из лучших в России, и были подготовлены пять мастеров спорта, чемпионы России и мира, и сам тоже достиг таких результатов. Затем у меня была предпринимательская деятельность, создал Шекснинский филиал клуба деловых людей, где мы проводили пять лет подряд юный предприниматель районный конкурс, он затем вышел и на областной уровень, в Атлас, в Вологодской области, и вот этому проводится областной конкурс «Юный предприниматель». Но затем работал в областной федерации палеотлона, которую уже 30 лет возглавляю, наша федерация существует палеотлона, результатов очень серьезные получились, и другими общественными организациями, в общем-то, занимаюсь, и это все связано с развитием физической культуры спорта, именно с оздоровлением населения через средства массовой физической культуры спорта и спорт высших достижений также. Ну, ваша спортивная деятельность, опять же, не нуждается в представлении, сам ваш ученик в свое время, сколько времени провели на одних стрелковых секциях, это же годы, годы, да, но тем не менее, вот вы выдвигаете свою кандидатуру, вы сейчас идете на партийное предварительное голосование, а цель, скажите мне, вот цель, с чем вы идете в ЗСО, если вы туда пройдете, какими вопросами, на что бы вы хотели в первую очередь обратить внимание? Ну, опыт работы депутата у меня 16-летний есть в представительном собрании Шехнинского муниципального района. Ну, вы же его сглавляли даже в свое время. Восемь лет я его сглавлял, был председателем, представителем собрания Шехнинского муниципального района, вопросами различными занимались, естественно, это и коммунальное хозяйство, это здравоохранение, социальная сфера, ну и, конечно, никогда не забывал оздоровление населения средствами массовой физической культуры и спорта, считая, как говорится, здоровым теле, здоровый дух, и буду этим продолжаться также, если попаду в законодательное собрание области, где будет легче добиваться как раз решения вопросов. Это, прежде всего, работа с детьми, детский спорт развития, опять же, через улучшение материальной базы. Это юношеский, подростковый спорт, взрослый спорт и спорт среди сельских поселений. Раньше была такая статья, даже в законодательном собрании, где была помощь оказана в развитии материальной базы сельским поселениям. Это было здорово, надо это все вернуть. Кроме того, также хочу заниматься помощью и поддержкой ветераном спорта, проведением различных спартакеат, муниципальных, региональных, участия во всероссийских. Ну и немаловажно это уделение внимания военно-патриотическому развитию и подготовке молодежи до призывного возраста к службе в рядах вооруженных сил, чем мы сейчас и занимаемся, проводя различные спартакеады. И через средства Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Это очень серьезный плац работы, тоже надо этим заниматься. Вот вкратце тем, чем хотелось бы заниматься. Я считаю, что как раз в законодательном собрании возможно и дальше вот эти вопросы решать. Ну что ж, я хочу еще раз дополнить нашим слушателям. Я по привычке все еще хочу употребить название радиослушателям, потому что наша студия вышла из радиостудии, перешла в видеоформат. Вот привычки остаются. Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям. И напомнить о том, что именно с сегодняшнего дня голосование началось на сайте, предварительное голосование Единой России. Туда можно зайти, зарегистрироваться и оставить свои голоса, потому что это вопрос актуальный. Шексна – это большой населенный пункт, это наша Родина. И от того, какую активность мы проявим, и кто будет представлять нас в законодательном собрании области, от этого зависит очень многое. От этого зависит от того, как мы будем представлены на уровне области, от того, как будут проходить наши проекты, которые мы продвигаем и которые для нас актуальны. Ну и вообще, вообще это дело, скажем так, чести и престижа, чтобы шексинцы были представлены за СО достойно. Поэтому заходите на этот сайт, там все достаточно просто, заходите и голосуйте. А вам, Евгений Евгеньевич, спасибо за участие, за ваш рассказ. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.